Это с рекламой и монетизацией. В этом месяце только с монетизацией, только с просмотров 12 тысяч долларов. Плюс еще, если я отдельно посчитаю рекламу, мы больше 20 тысяч. Слушай. Первые подписчики откуда завести? Первые подписчики откуда завести. Ну вот это вкратце, как у нас получилась вот эта история. Создали мы канал, выпустили одно видео, второе. На нашем канале там 200 подписчиков может быть вот так. Ну в среднем, да, что ты можешь собрать среди друзей. Я начинаю с Никитой каждый вечер смотреть, есть Академия Ютуб, то есть сам Ютуб учит, как надо выкладывать видео, назвать и так далее. Ну это основные советы, которые я могу и я вам дать, и любой плане. И случайно я вижу канал, который там назывался Анарик-нарик, там на нем мальчик, ему 17 лет, он выпускал на то время лайфхакинг. Как что-то смастерить, что-то то сделать, что-то это сделать. Я вижу, что иногда на его канале выходят видео с фокусами, где он раскрывает. И у меня, просто я видел таких видео много, но вы тоже видели много малышей, которые раскрывают себе этот фокус. И вот это ужасно. Он делал это неплохо. Он когда показывал фокус, он его изначально не раскрыл еще на моменте показа, как бы ты реально мог увидеть фокус, а потом только как-нибудь научиться. Я ему написал ВКонтакте о том, что давай мы тебе покажем какие-то там 5 фокусов, которых ты вряд ли найдешь на ютубе, и ты их там раскроешь на своем канале и так далее. За чемпионатом ты нас, ну типа, пробьеришь. Он говорит, ну это возможно, ладно, давай потом как-то поговорим. Я думаю, ну, слил меня, типа, понятно, кто я такой. Через неделю мне пишет, ну давай, слушай, я делаю видос, вот сейчас, давай попробуем, типа. Я ему звоню в скайпе, говорю, сейчас мы пойдем с ним, мы тут же берем камеру, выходим на русский, снимаем опять фокус, возвращаемся домой. Я тут же ему все скидываю, звоню ему в скайпе, показываю, ну это фокус сделается. Вот так там были простейшие, там, как спичку с движением задуть, типа, ну самые простые вещи, мы там банку, монетку купили. И в конце он показывает видео, типа, там, пять фокусов для школы, обучение, прикольную картинку сделал, вот мы показываем фокус, он обучает, мы показываем, он обучает. И в конце говорит, вот эти ребята, которые показывали фокус, у них есть свой канал, и на фокус шестой, который показывается, его секрета нет, у меня в видео, но у них на канале он есть. И люди такие, пфф, к нам, и там плюс 10 или 20 тысяч подписчиков от его канала перешло к нам. То есть, тем самым хочу сказать, что все, кто там задумывается о таких вещах, как Инстаграм, Ютуб и так далее, забудь о том, чтобы платить за рекламу, покупать у кого-то, у блогеров рекламу, либо вот эти сервисы, которые вам говорят, что мы вам накрутим, там, приведем, точнее, 15 тысяч, там, живых подписчиков за деньги, это все, фуфло, не работает. А гивы работают? Гивы не работают. Нет. Объясню логику, почему с гивами вот не работают. Гивы, если кто не знает, это когда, например, какой-то там Тимати говорит, я заграю свою машину, но для этого, чтобы ее выиграть, вы должны подписаться на вот этих всех людей, которые там у меня слева вверху в подписках, типа, в спонсоры. А эти люди, которые, чтобы оказаться в этом месте в подписках, платят ему, там, под 10 тысяч долларов, под 20 тысяч долларов, чтобы просто вот там оказаться, и его аудитория, там, больше 10 миллионов, участвует и подписывается на всех этих людей. Какая логика у этих людей, у них есть кумир, Тимати, правильно, да, и он разыгрывает машину, да, я хочу эту машину, правильно, правильно, и он такой, хорошо, я подпишусь на всех этих людей. Он подписался. Все люди, на которых он подписался, ему абсолютно неинтересно. Он не заинтересовался ими никак, ему все, что интересно, это машина Тимати. Вот он проходит, разыгрышешь, он не выигрывает машину Тимати. Что он делает? Он отписывается. Либо, если не отписывается, он посмотрел пару раз вас видео и понимает, что все равно им это неинтересно, и либо он тоже отписался, либо просто у этих людей, которые в таких штуках участвуют, у них, скорее всего, в подписках, вот у меня, например, в подписках в Инстаграме находятся 100 человек, это разные фокусники со всего мира, интересные люди, и я все их просматриваю. То есть у меня нет лишнего шлака, который я пропускаю, либо не смотрю. Я все видео, которые я подписан, на все время я их реально смотрю, потому что там те идеи, которые я черпаю постоянно. А у этих людей, скорее всего, в подписках там 5 тысяч человек, 10 тысяч человек, но ты за день не посмотришь контент, который создали 10 тысяч человек никак. Поэтому это просто мертвые люди, которые ради вот таких гимов участвуют, пытаются выиграть, там в Инстаграме не сидят и ничего не смотрят.